За вклад в развитие культуры, за поддержку бойцов в специальной военной операции, за помощь детям-инвалидам. Почетный знак губернатора Рязанской области за это в нашем регионе выдают с 2018 года. Сегодня честовывать тех, кто внес огромный вклад в развитие волонтерской деятельности, уже добрая традиция. Самое главное, что добровольцы сейчас участвуют абсолютно во всех важных делах, мероприятиях. Это и поддержка участников своих близких, это забота о старшем поколении, забота о жителях и семьях, которые нуждаются каким-то причинам в особом внимании. Это работа с молодежью, проведение социально важных, значимых мероприятий, акций, многое-многое другое. День добровольца – праздник, который установили указом президента Владимира Путина только шесть лет назад. Хотя у волонтерского движения в России давняя история. Сейчас добровольческая деятельность в нашей стране развивается во всех сферах. На самом деле очень много деятельностей мы связаны было именно с художествами различными, которые мы в городе создавали. То есть это и фестиваль «Город в красках», который у нас, по-моему, уже три года идет. Это в этом году, это поездка в Херсонскую область, в наш подшефный район, там рисовали, большой мурал сделали. Это помощь в пожарах, это, ну, в общем, все, что можем, делаем. Почти с первого дня изготавливаем для бойцов наисового печи. Совсем недавно начали делать нагревательные баки, чем очень порадовали ребят, облегчили им жизнь, дали дополнительный нагруз к себе, но, тем не менее, справляемся. Каждый волонтер – это человек с большим сердцем. Ведь за добровольческую деятельность главная награда – это польза обществу и благодарные отклики. Если честно, я в своей жизни, ну, чем занималась, я убирала из сквер на протяжении долгих лет. Я, у меня есть награда за борьбу с ковидом. Я работала в красной зоне УКРБ в течение восьми месяцев. Это было служение. Вот это направленность, которая со мной на протяжении 12 лет, именно в педагогическом плане. Я нуждаюсь сама в этом, прежде всего. У каждого из добровольцев своя история, из-за которой они встали на путь волонтерства. Но всех этих неравнодушных людей объединяет одно – безусловная любовь к ближнему. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».